Здравствуйте! Вы смотрите программу 15. В студии работает Кристина Резинкина. И сегодня в течение 15 минут поговорим о плюсах микрокредитования для среднего и малого бизнеса. В студии у нас Николай Симонов, исполнительный директор фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области. Здравствуйте, Николай Николаевич. Добрый день, Кристина. Добрый день, берчане, эскетимцы, маслянинцы, тагучинцы. Николай Николаевич, расскажите немного о фонде, о его истории и чем он занимается. В этом году 10 лет фонду. Государство 10 лет назад, понимая, что надо поддерживать и развивать малый и средний бизнес, пошло на создание таких структур во всех субъектах Российской Федерации. И 10 лет назад в Новосибирской области был создан фонд микрофинансирования. Его единственная задача и единственный продукт – это займы для субъектов малого предпринимательства. Так как это специальный продукт, сами фонды, они созданы в каждом субъекты по одному. Я прошу здесь не путать с микрофинансовыми организациями, которые работают на всей территории области. Я потом походу расскажу, в чем отличие от тех микрофинансовых организаций нашего фонда. Так вот, мы выдаем займы субъектам малого и среднего предпринимательства по определенным правилам, которые установило государство. А суть этих правил очень проста. Мы регулируемся Центробанком в части ключевой ставки, по которой мы выдаем займы. Это нам устанавливает Центробанк. И в отличие от коммерческих банков, которые выдают значительно выше ключевой ставки Центробанка, мы работаем по ключевой ставке Центробанка, установленной на данный момент. Вот на данный момент ставка, по которой мы выдаем, равняется 5,5%. Ни у одного коммерческого банка вы такую ставку не найдете. Вот это первая часть. А вторую часть, срок и размер их займа, нам устанавливает правительство. И на сегодняшний день мы выдаем на срок до 3 лет до 5 миллионов рублей. Начиналось все это с 1 миллиона до 1 года, потом менялись сроки, суммы. И вот на сегодняшний день ситуация такова, что мы выдаем, еще раз повторю, до 5 миллионов рублей на срок до 3 лет, по ставке 5,5%. Сейчас обсуждаются вопросы, Центробанк на этой неделе будет заседать, может быть, будет еще снижение. Это как раз вызвано той ситуацией, в которой находится экономика и малый и средний бизнес на данный момент. Вы проявили разницу между фондом и другими микрокредитными организациями? Ну, разница очень простая. Если вы услышали нашу ставку 5,5% годовых, то у микрофинансовых организаций, которые работают с физическими лицами, а я подчеркну, что мы работаем только с субъектами малого предпринимательства, с физическими лицами мы не работаем. Так вот, там ставка, ну, примерно 1% в день. Расскажите о последовательности шагов предпринимателя, которые впервые услышал о вашем фонде. Мы работаем на условиях срочности, возвратности. Значит, одним из условий стоит получение займа и обязательная возвратность. Возвратность мы обеспечиваем, обеспечение требуем для получения займа. В основном это залоговое обеспечение и поручительство. Конкретных лиц, юридических, либо физических, которые являются учредителями малого предпринимательства. Так вот, для того, чтобы получить, надо быть первым субъектом малого предпринимательства. Иметь положительный финансо-хозяйственный результат. Значит, не иметь задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами. Иметь хорошую кредитную историю. Значит, обеспечить возвратность. Возвратность обеспечивается либо залогом имущества, которое есть у заемщика, у юридического лица, либо у индивидуального предпринимательства. Либо то же самое залогом либо вторых или третьих лиц. Учредителей и других лиц. Значит, все условия прописаны в наших правилах. У нас практически единственный и главный документ. Это правила выдачи займов для субъектов малого предпринимательства. Их можно увидеть на нашем сайте. С сайта же можно нам подать заявку предварительную. Она в течение суток рассматривается, и заявитель получает от нас ответ на сбор документов. По нашим правилам на сбор документов мы отводим месяц. Пакет документов, который мы по правилам требуем заемщика, он существенно меньше, чем у коммерческих банков. И проще. Практически в том пакете документов, там порядка полутора десятков нужно собрать предстоит документов, они все есть на действующей организации на руках. За исключением трех, которые нужно заказать извне. И мы всем рекомендуем, если вы получили одобрение предварительной заявки, начать именно со сбора, с заказа этих документов. Так вот, первые две справки нужно взять из Государственной налоговой инспекции. Первая – это справка об отсутствии задолженности перед бюджетными фондами. Вторая – справка об открытых счетах в банках юридическим лицом. А третья – справка о движении средств по счетам в самом коммерческом банке, где у вас открыт счет. Остальные все документы есть на руках у учредителей, у исполнительной дирекции, любой организации нужно снять копии. Это учредительные документы, приказы, протоколы собрания и так далее. Все есть в перечне документов, в правилах наших. И вот после того, как документы все собраны, они представляются нам. Мы проверяем организацию по своим каналам на благонадежность и так далее. И в течение недели, на сегодняшний день практика такова, если к нам поступил полный пакет, мы его проверили и у нас нет вопросов, в течение недели мы принимаем решение на комиссии фонда о выделении фонда, один день на подписание договора. И на следующий день мы выдаем деньги на счета наших заемщиков. Есть ли особенности для субъектов малого предпринимательства в моногородах, таких как Ленево и Горный? Для моногородов в силу специальной политики, которую проводит государство по поддержке моногородов, принято решение о том, что процентная ставка для субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в моногородах, а у нас на территории это Ленево и Горный, ставка годовая не превышает одной-второй ключевой ставки Центробанка. Следовательно, на сегодняшний день она равна 2,75%. Вот для того, чтобы субъекты в моногородах имели еще большую поддержку, для них специально создан такой продукт. А есть ли у вас клиенты в малых городах, таких как Берц, Каскетин? Они есть, но их мало. Я бы так сказал. Мы бы хотели их видеть больше. И таким образом помогать развиваться в том числе экономике моногородов. А какие предприниматели с каким бизнесом чаще всего к вам обращаются? А вот здесь картина очень интересная. Я здесь должен сказать, что мы практически работаем со всеми отраслями экономики Новосибирской области. Если говорить по степени убываемости, то на первом месте по объему взятых кредитов сфера торговли, оптовая, розничная и так далее. На втором месте это строительство. На третьем месте это связь и транспорт. Где-то на четвертом месте аграрный сектор. К сожалению, не так много у нас чистых научных организаций, хотя они тоже есть. Социальный бизнес мы в этом году выдали. Первые займы социальным предпринимателям. И сфера жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и так далее присутствует. Поэтому мне проще сказать, какие ограничения есть. Они даже касаются на сегодняшний день не отраслей народного хозяйства, а видов деятельности, связанных с продажей, с производством, либо продажей подакцизных товаров. Те, кто производит, либо реализует алкоголь, табак, горюче-смазочные материалы, моторное топливо, ряд видов мотоциклов и автомобилей, все, что облагается акцизами в государстве, на сегодняшний день им не выдаются займы в силу того, что государство так установило. Но я думаю, что в ближайшее время эта ситуация может немного измениться. Мы обо всех изменениях мгновенно сообщаем на своем сайте и в соцсетях о всех изменениях, которые мы производим в наших правилах. Но на сегодняшний день ситуация такова. Есть еще ряд ограничений, связанных, они прописаны в правилах. Это адвокатура, нотариат. Финансовые и микрофинансовые организации не могут взять у нас деньги с тем, чтобы потом выдавать их физическим лицам. Тоже ограничение. Поэтому примерно такие ограничения, более подробные, детальные, они прописаны в правилах. Вообще по результатам должен сказать, что вот эта пандемия или вот этот кризис, который наступил, он где-то процентов на 40, не ошибусь, повысил запросы бизнеса на наш продукт, на наши займы. Количество заявок и в текущем году в целом, с изменением нашей информационной политики, рекламной и так далее. И вот особенно последние два месяца мы четко видим, что количество заявок у нас выросло по отношению к прошлому году, к предыдущим периодам. У клиентов стало больше, а есть ли что-то новое в работе фонда в связи вот с этой эпидемией, пандемией коронавируса? Мы приняли, ну, так скажем, изменения, которые касаются упрощения получения займов для ряда категорий наших заемщиков. Я когда говорил об условиях, я, конечно, не все сказал. Значит, у нас есть и были, и они остались, но в другом виде изменения, вернее, ограничения, касающиеся получения средств на оборотный капитал для организации с малочисленностью. Дело в том, что есть заявки, когда всего один работающий, двое работающих, трое работающих, всего лишь в организациях. И это достаточно распространенное явление. Так вот, у нас были ограничения при численности до трех. То есть, на каждого работающего до трех всего лишь по 200 тысяч было. Вот эту сумму подняли, и теперь при численности работающих до трех человек можно оборотных средств получить почти миллион, а это 900 тысяч, то есть по 300 тысяч. Это первое. Второе, у нас есть такие займы, как беззалоговые. Можно получить было займ до 100 тысяч рублей без залога. Это, как правило, рассчитано на начинающий, развивающийся бизнес. Мы эту сумму подняли до 300 тысяч, и теперь без залога у нас можно взять займ не 100, а 300 тысяч рублей. И мы видим, что у нас есть заявки на этот продукт, и мы видим, что уже и оформленные заявки есть, займы. Вот это первое. Второе, что мы сделали, мы очень внимательно отнеслись ко всем заявлениям, которые пришли нам от действующих наших заемщиков. Я так скажу, процентов 13 от общего количества наших заемщиков обратились к нам с просьбой помочь нам выставить в это время, предоставив отсрочки по платежам за действующие займы. Отсрочки, рассрочки, кредитные каникулы по указу президентов. Я вам должен сказать, что все до одного заявления мы рассматриваем практически в течение одного-двух дней. И по всем обратившимся, по всем заявлениям мы приняли решение. Ну и напоследок расскажите, как вас найти, как с вами связаться, по каким телефонным координатам. К нам можно обратиться по нашим телефонам, выйти на наш сайт. Значит, я вообще должен сказать, что сайт – это наш основной продукт. Мы сейчас его модернизируем, кстати, и он будет еще более умелым и так далее. Но зайдя на сайт, вы первое, что должны сделать – это прочитать наши правила. Там же на сайте можно найти кнопочку «Заявка». Вот прямо на сайте зеленая кнопка в верхнем углу «Заявка». Выплывают две странички, их надо заполнить и прямо с сайта отправить ее нам. Вот это первый шаг, который нужно сделать для того, чтобы начать с нами работать. Значит, там же есть наши телефоны, у нас общий телефон и наша почта. Дальше можно общаться. У нас небольшой коллектив, но мы на любую, на любой звонок, на любую заявку среагируем в течение суток. Спасибо, Николай Николаевич. У нас в гостях был Николай Симонов, исполнительный директор фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области. Эти 15 минут мы говорили о преимуществах микрокредитования среднего и малого бизнеса. Всего доброго и до встречи на телеканале ТВК. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok